С одной стороны река, с другой груды мусора. Такой пейзаж открывается из окон поезда малой железной дороги. А ведь это уникальный социально значимый объект нашего города. Представители Общероссийского народного фронта и волонтеры решили, что территории, по которой следует маршрут с маленькими пассажирами, нужна генеральная уборка. Сегодня студенты педагогического колледжа и еще некоторых образовательных учреждений также принимают с нами участие, для того, чтобы наш город стал чище, для того, чтобы в сознании читинцев и всех россиян сложилась картинка, что чистая страна, чистый город – это хорошо. Для того, чтобы так было, нужно вот такие акции совершать. Все жалуются на город, что везде беспорядок и грязно, а нужно всем собраться и вместе убирать беспорядок весь. Итак, мусор собрали, а какова его дальнейшая судьба? Он вовсе не исчезает в никуда, а отправляется на свалку, где будет разлагаться годами и даже веками. Самый опасный вид отходов – пластик и изделия из него, всевозможные пакеты, бутылки и банки. Для их распада потребуется в среднем 400 лет. Но если отправить пластик на переработку, из него можно получить новое сырье. Для этого при сборе мусора необходимо его сортировать. Нами проводятся мероприятия с целью популяризации среди населения, а также среди молодежи навыков раздельного сбора мусора – стекло, металл, бумага и прочее. К сожалению, у нас в городе и в стране вообще мало это практикуется. Но, тем не менее, мы пробуем это начинать, и я думаю, что у нас все получится. И вот эта система раздельного сбора мусора, она все-таки, наверное, в скором времени покажет какие-то результаты. За два часа работы общими усилиями было собрано больше 30 мешков с мусором. После окончания уборки все участники были награждены благодарственными письмами и с чувством выполненного долга отправились домой на поезде, наслаждаясь обновленными пейзажами из окна вагона. Мария Тачкина, Сергей Бумагин, ЗАПТВ.